приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание вещам которые приняли принесут ваш дом счастье удачу и деньги знаете счастье удача изобилие достаток в доме зависит не только от позитивного настроя хозяина есть такие вещи которые привлекают удачу и благополучие и именно эти вещи всегда должны быть потому что это именно предметы силы которые притягивают удачу и богатство отгоняют все плохое разрушают злые помыслы становятся таким своеобразным заслоном на пути порчи и всевозможных наговоров эти вещи они как мышеловки для удачи ловят за хвост и от себя не отпускают а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы желаете мира любви и гармонии пусть в жизни ваших близких людей всегда будет только все самое лучшее и так что это за вещи которые приносят в дом счастья удачу и деньги и начнем мы с подковы вы знаете подкова она сама по себе приносит удачу и здоровье считается что удача всегда на коне а коню необходимо подкова и именно подкова она укажет удачи дорогу к вашему дому и враг подкову обязательно нужно разместить правильно при удачном выборе места и и расположение в вашем доме у вас всегда будет счастье и достаток а горести и болезни будут обходить стороной но для активации подковы необходимо подкову познакомить с вашим домом поэтому обязательно покажите расположение ваших комнат и обязательно попросите о защите и благополучии и не забывайте подкове рассказывать о том как она помогает следующая вещь которая приносит в дом удачу деньги благополучия это чеснок вы знаете наиболее вероятной причиной разлада в доме является нечисть является негатив и темные силы многие наверное сталкивались с тем что домашние дела вот ну не ладятся то посуда из рук выскользает то ссоры какие-то скандалы настроение нет в какой-то возможной депрессии вы расстроены и и вот для усмирения нечисти а также от сглаза и порчи используйте чеснок с его добавления можно сделать сильный оберег который защитит ваш дом от негативной энергетики и вот для общей очистки дома чеснок вешают в укромном месте под потолком при этом прося защиты от дурного глаза и нечисти ну а употребление чеснока в пищу повышает иммунитет и очищает от негативного воздействия недоброжелателей следующее что приносит удачу благополучие изобилия и здоровья в дом это мед для тех кто хочет чтобы его дом был полной чашей следует запастись медом мед является прекрасным приворотным средством для понравившегося человека угощая его сладким лакомством хозяйка показывает себя радушной а гость запоминает дом уютным и гостеприимным но также мед служит и лакомством для домового как говорили в народе мед в доме достаток в поэтому свежий мед выливает на красивое блюдечко с узором приговаривая при следующие слова домовому отведай меда батюшка домовой даст защите наш дом от невзгод принеси нам счастье и достаток и пусть он будет как мед сладок следующее что обязательно нужно иметь всегда в своем в своем доме так это яблоки вы знаете хранить в доме яблоки это значит иметь вдоволь всего своей свежестью яблоки обеспечат вам хорошее настроение и не позволят грустить положительная энергетика которая они наливались в течение лета проникнет ваш дом и очистит его на всех энергетических уровнях ровное наливное яблочко положите в красивую посуду и на черенок например повяжите бантик из атланта из атласной ленточки и произнесите следующие слова крепко узелок затягиваю счастья в дом приманиваю яблочко наливное на кухне лежит порядок и довольствие сохранит и друзья пусть яблоки приносят вам изобилие и достаток следующее что обязательно нужно иметь своем доме так это икона и во все времена иконы для верующих людей были сильнейшими оберегами и помощниками потому что у икон просят совета защиты и конечно же молят о своем здоровье иконы способны отогнать любое лихо которая покусилась на ваш дом но размещать иконы в доме следует обязательно с умом почтительное и бережное отношение к святым ликом несомненно принесет вам умиротворение и покой всем живущим в доме или квартире и очистит конечно же энергетику следующее это булавка и самое распространенное средство от сглаза это у нас булавочка счастье в дом приносит не только достаток но и здоровье жильцов дурные помыслы нередко входят в жилище с непрошенными гостями и порой бывает очень непросто от них избавиться так вот для активации булавки как защитного берега следует прокалить ее над огнем промыть в проточной воде и на одну ночь засыпать смесью соли и перца а на утро попросить булавку защищать от нечистых помыслов и приколоть над входной дверью так чтобы ее не было видно следующее это колокольчик вы знаете мелодичный звон колокольчика способен вернуть настроение в дом отвернуть всю нечисть и противостоять поползновением злых сил даже народе считалось что выбирать колокольчик лучше из серебра или железа у него должен быть чистый не раздражающий звон а вот для активации колокольчика достаточно повесить его в то место где он сможет часто звенеть обязательно прислушивайтесь к его перезвон у если мелодия изменится станет например жалобная или вовсе замолкнет то знаете что пора менять колокольчик так как он вобрал в себя слишком много негативной энергетики следующую вещь который всегда нужно иметь в своем доме это мыло мыло это символ чистоты и здоровья и с ним связаны многие народные приметы хотя и мало кто о них знает вы можете сделать свою ванную комнату храмом очищения и чистой энергетики для этого вам поможет высушенный кусочек мыла в красивой коробочке которые обязательно должен быть перевязан ленточкой активировать мыло на защиту вы можете следующим образом зажгите белую свечу возьмите два кусочка мыла без химических добавок помойте ими руки до локтя и скажите следующие слова как вода с пены смывает грязь так мыло защищает дом от хворей от сглаза от негатива от скандалов и один кусочек положите в ванной комнате а другой в туалете следующее что обязательно должно быть вашем доме это свечи свечи являются достаточно сильным и мощным оберегом который приносит в дом благополучия во всех сферах ни один дом не обойдется без свечи символа света и мудрости и лучше всего с этим справляются церковные свечи оставшись в одиночестве зажгите свечу и обойдите весь дом не пропуская ни одного уголка обязательно проведите обряд очищения дома попросите защиты и света в доме и в душах огарок свечи поставьте перед иконой или найдите место на восточной стороне дома где вы сможете поставить оберег и последующие последние друзья что обязательно должно быть в вашем доме это зеркало лучше всего в качестве оберега работает круглое зеркало в деревянной рамке в доме где царит лад и взаимопонимание зеркало впитывает положительную энергетику и возвращает ее сторицей но не никогда не подходите к зеркалу с плохим настроением не ссорьтесь перед ним и не сквернословьте а вот активировать зеркало на защиту лучше всего если это будет женщина смочите сначала чистую ткань любыми духами и протрите поверхность круговыми движениями на ночь перед зеркалом поставьте красивую глубокую тарелку наполните ее символическими предметами например это может быть монетка для достатка расческа для красоты семейное фото для благополучия и обязательно попросите защиты